Добрый день дорогие друзья. Журналисту или просто любознательному человеку, ну а журналисту особенно, всегда интересно посещать мероприятия, так или иначе связанные с тем, что он делает. Связанные, конечно же, если говорить о моей работе, то с телевидением. Сегодня мне как раз удалось побывать на таком мероприятии, который это серия мастер-классов, тренингов или просто автограф-сессия, которая проходила в последний день 6-го телевизионного фестиваля Виткры Украину. Сегодня как раз вот был ряд круглых столов на эту тему. Я лишь обозначу тех спикеров, которые присутствовали на этих мероприятиях. Я думаю, что вам самим в дальнейшем, когда эти мероприятия будут повторяться, будет интересно на них поприсутствовать. Вот на первом круглом столе говорили о дистрибуции телеконтента местных телеканалов или региональных телеканалов по всей Украине. Мне как человеку, который работает на Киевской областной региональной телерадиокомпании, это было особенно интересно слушать, потому что среди выступающих там был Али Сафаров, он говорил об авторских правах в том числе. То, чего мы, люди, которые работают на телевидении, очень многого не знаем. То есть мы не знаем, что если не обозначено в финальных титрах, кто является автором и создателем этой программы, то телеканал, по сути, может сказать, и так оно и происходит, что эта программа является продуктом телеканала. Но есть такой нюанс, как заключение внутреннего договора между автором программы и руководством телеканала. Если такой договор существует, то в случае, если этот ведущий автор программы уходит на другой телеканал, то есть меняет место работы, он совершенно спокойно имеет договор и акт приема и сдачи работы, то есть готового телепродукта, может сказать, что эта телепрограмма имеет авторское право и принадлежит ему. И канал уже, на котором работал этот журналист, не имеет права претендовать на эту программу. Очень интересное вот именно это было замечание, потому что присутствовали люди из Кривого Рога, из Кременчуга, которые вот как раз являются работниками государственных региональных телеканалов. Среди прочих там был и Владимир Халяпин, который является дистрибутором кино и телепродукции. Тоже интересно с ним было познакомиться. И Денис Михеев, генеральный директор компании МК Дистрибьюшн. Занимаются дистрибуцией как украинского продукта за рубеж, так и зарубежного продукта в Украину. Понравился очень выступление Олеся Гаяна. Олесь Еремович, он профессор, доктор наук и так далее, и так далее. В Институте журналистики Национального университета имени Тараса Шевченко он презентовал новый, так скажем, корпоративный стиль Deutsche Welle. Очень интересные такие вот буклеты там получили. И интересно было посмотреть на новый этот корпоративный стиль. Много студентов было из Института журналистики. Они задавали ему вопросы. И вообще было интересно такое обсуждение того, насколько на сегодняшний день вообще интересны информационные продукты на радио. Вообще, насколько интересны информационные радиовещания. Я думаю, что тем людям, которые так или иначе связаны с радиостанциями, этот вопрос, ну, наверное, можно ставить во главу угла. Тем более, что у нас появилась такая радиостанция, как «Голос столицы» в украинском медиаходинге. Многие из вас слушают, я знаю, знают. «Эра-ФМ», «Би-Би-Си» — это то, что есть в Украине. «Радио Свобода» — это то, что мы уже знаем. Deutsche Welle — это тоже мэтр в радиожурналистике, можно, наверное, и так сказать. И сейчас, естественно, безусловно, все активненько идут так в интернет и используют там контент, а может даже большую часть контента. И вот вы знаете, судя по вот этим вот буклетам, которые раздавались, судя по фотографиям и судя по тому, как подается информация, я хочу сказать, что Deutsche Welle рассчитывает на... Ну, видимо, либо очень сильно омолаживают свою аудиторию, либо рассчитывает на то, что будет огромный приток молодой аудитории. Это видно просто невооруженным даже глазом. Интересный был авторский мастер-класс Ивана Каневца. Говорили о том, каким образом и вообще как монтировать, какие монтажные программы используются. Здесь вот, наверное, как раз больше для телевизионщиков и более того, для телевизионщиков, которые очень активно используют монтаж, добавляют, убирают и так далее. Не буду вдаваться в подробности. Видео, кстати, материалы со всех этих мастер-классов и круглых столов можно будет потом увидеть на сайте телерадиокурьера. Там есть специальный раздел видео, и там все это будет, я думаю, в скором времени. И в завершении вот этого дня рабочего, очень интересного дня, встреч, общения, обмена визиток, был авторский мастер-класс Романа Ширмана. Режиссура проблемы, тут украинскую проблему, створение сучастного документального телевизионного фильма. Я на самом деле ничего не услышал о том, что говорил Роман Натанович о себе, о своем кино, о том, что он делает. Он говорил о Парфенове, он говорил о Пивоварове, он говорил о Костелане, он говорил о Питере Гринуэй и о куче других режиссеров, документалистах. Вспоминал даже Джеймса Кэмерона и документальный фильм «Титаник», о том, как он снимал этот фильм. Тоже интересно было, безусловно, многие моменты для себя какие-то узнал. Но хотелось бы вообще, когда такие мастер-классы проходят, послушать авторскую точку зрения. Вот человек, чтобы сказал, я там снял что-то, вот как это сделал Иван Каневец, он показывал на собственном примере собственного фильма, который называется «Украинская революция». Этот фильм снимал он с группой товарищей, которым не чужда эта тема, и показывал очень четко на примерах того, как они снимали, какие эффекты использовали, в каких монтажных программах работали. Поэтому мэтрам спасибо, вообще всем спасибо, хороший день. Но вот на будущее хотелось бы все-таки услышать то, что люди сами делают, и как они видят развитие документального кино в Украине. Спасибо, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok